Сергей Юрченко рассказал, что в Сочи в рамках подготовки к зимним играм статус доступности получили более 1400 объектов, как социальные больницы, учреждения культуры, так и частные магазины, кафе и гостиницы. Программу «Безбарьерный город» высоко оценил глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвин, а также спортсмены и участники игр. Как отметил Сергей Юрченко, программа по созданию доступной среды в Сочи будет работать и после окончания Паралимпиады. Наша самая главная задача – это сохранить то, что сделано сегодня. Но, безусловно, все новые объекты, которые строятся либо реконструируются в городе Сочи, они не получают разрешения на ввод объекта при отсутствии полного спектра выполненных работ по безбарьерной среде. Кроме того, уже выбраны организации, которые после Паралимпиады будут эксплуатировать лифты в подземных переходах. Компании будут заниматься ремонтом оборудования. Сотрудники этих же фирм будут помогать инвалидам пользоваться механизмом. Напомню, на время Паралимпиады это задача волонтеров. Сергей Юрченко добавил, не исключено, что после игр час подъемников демонтируют. В тех местах, где они не пользуются популярностью, сейчас ведется мониторинг. После окончания Паралимпиады местные власти будут тщательно следить и за качеством тактильной плитки. Деньги на ремонт заложены в краевом бюджете.